Фильм «Любовная тактика» с Демит Аздемир и Шукрёзи Элдезе в главных ролях выйдет на Нитфлих. Обратный отсчет продолжается. Трейлер фильма, который выйдет на Нитфлих 11 февраля, уже вышел сегодня. Общий. Презентация очень хорошая. Но история очень знакомая. После окончания сериала «Ты родился, твоя судьба», она решила выбрать свой следующий проект из кино. Летом Демит Аздемир снялась в фильме «Любовная тактика». Записаться на прием. До сих пор не было дано ни малейшей подсказки ни о съемках, ни о сюжете фильма. Аудитория тоже. Он был в большом любопытстве. Сегодня наконец-то вышел первый тизер нового фильма. Представляем романтическую комедию. Получил высокую оценку зрителей. Из вступления стало понятно, что это за история. Так или иначе. Была проблема. Потому что эта история – голливудская постановка 2003 года, как стать мужчиной за 10 дней. Потеря. Почти как в кино. Режиссер Дональд Петри, в главных ролях Кейт Хадеэсон и Мэтью МакКонахи. Романтическая комедия 2003 года отлично поработала, когда вышла на экраны. Лучшие романтические комедии. Тема фильма была. Энди Андерсон, Кейт Хадеэсон, автор колонки Хаурту в журнале Сирениты. Перед ним стоит необычная задача, которую он должен выполнить как можно скорее. Мужчина и женщина. Тот факт, что она на собственном опыте испытала ошибки, которые она сделала в своих отношениях, которые заставили их сбежать. Вы должны написать. Срок доставки всего 10 дней. За это время она находит мужчину, влюбляется в него. Тогда ему придется совершать классические ошибки на свиданиях, которые утомят его. Для этой задачи. Дело молодого журналиста по имени Бенджамин Бэрри, Мэтью МакКонахи, на которого он нацелился, это другая область. Он также заключил пари с собственным боссом и влюбился в женщину, которую хотел, в течение 10 дней. Он утверждает, что может. Как стало понятно из рекламы, история фильма, любовная тактика, почти такая же, как и история этого фильма. Однако, насколько мы можем судить только из вступления, персонаж, которого сыграет Демит Аздемир, уже определен. В результате он напишет о своем опыте не в журнале, а в собственном блоге. Конечно в других деталях. Разница будет, но видимо история очень похожа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok